Добрый день, дорогие друзья! Конечно, сейчас уже особо показывать-то и нечего, но надо что-то снять, чтобы как-то вспомнили обо мне, чтобы ко мне заглядывали. То совсем никто, мало кто заглядывает. Ну, спасибо тем, кто заглядывает, спасибо, что вообще посещаете мой канал. Малоинтересный, на мой взгляд. Вот пока, надеюсь, что будет поинтересней со временем, когда будет что рассказать. Так, вот видите, у нас сейчас вот такая вот пора, когда мы укрываем свои розы. Смотрится, это, конечно, чудовищно вообще у тех, у кого их слишком много. Я говорю, соли, просто ходишь по участку, пока не выпадет снег, это просто зрелище жуткое. На мой взгляд, я вот так у блогеров смотрю, конечно, это когда и редкие хвои, хвои укрывают, это, конечно, беда ужасно, потому что такой малоэстетический достаточно вид. Вот мой прудик. Вот я купила аэрацию для рыб. Вон они там на дне, видите, сидят, спят, наверное. Я не знаю, что они там делают, спят, конечно. Они уже, конечно, не поднимаются. У нас сегодня случилась там авария на линии. Ой, пришлось, слава богу, у меня в другом домике от другой линии электричества пришлось тащить удлинители и включать аэрацию, потому что очень боюсь их оставлять без воздуха. Вот видите, тут тянутся провода, все эти трубочки и так далее. Надеюсь, что пруд не замерз над зимой, благодаря вот этому оборудованию. Не знаю, не знаю еще. Пока вот были морозы, он не замерзал. Вот эта ива, она еще не осыпалась. Каждый день она высокая и вся, видите, в листьях еще. Каждый день вылавливаю листья, потому что, конечно, будет, наверное, очень много, когда снег пойдет, и, наверное, здесь будет ужас. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он не замерзал. Ну, посмотрим, как будет. Это все предположения мои, я не знаю. Там немфеи уже вот, не знаю, замерзнут, не замерзнут. Глубина у них не очень хорошая. Ну, там, где я покупала, сказали, что они зимуют вообще на небольшой глубине. И, то есть, ну, перезимуют, перезимуют. Надеюсь, перезимуют, потому что довольно дорогие они. Вот, в общем, вот так выглядит пока все. Вот тут у меня пруд. Вот, все вот так вот выглядит. Естественно, водопад я выключила. Все это я выключила, фильтр который. Так, вот, видите, как это все укрыто. Ой, яблони еще не осыпалось. Конечно, достаточно непрезентабельно выглядит участок. Из-за этих укрытий. Вон, гортензию я укрыла уже в четыре слоя. Но буду еще укрывать. Она все-таки требует. Она в первой была укрыта уже давно. Вот тут у меня розочки укрыты. Вот так прудик мой выглядит. Немножко расчистила я вот здесь вот терраску в бане. По-другому кое-что сделала. Там надо еще кое-что сделать. Но это уже весной. Вот тут я решила убрать вот эту гортензию. Она была. Потому что я заказала розы. И посажу-ка я здесь плетистые розы. Вот так вот ароматные. Чтобы вот сидеть вот здесь и вдыхать аромат. Наслаждаться ароматом. Ну, здесь посажу ароматные розы. Ну, здесь мало солнца, потому что юг вот впереди. Там за ваней. Здесь как бы... У меня юго-восток. Ну, в общем, здесь довольно открытое место. Солнце бывает, но где-то до 12. Потом нет. Ну, что делать? Посмотрим, как будет. Так, вот здесь у меня все укрыто. Ой, выглядит, конечно, ужасно все. Здесь у меня розы укрыты. Тоже гортензию я буду убирать. Еще не все укрыла. Потому что не хватило спонбона. Так. Вот потихоньку. Убираешь-убираешь листво, а она вон опять. Видите? Это все из прудика у меня кучки. Ну, что делать? Так, вот здесь вот у меня грандиозный укрывной. Прям как у меня рабочий укрывал. Сказал, что здесь человек может зимовать. Ну, серьезное такое укрытие. Я покупала в Росрозе. Очень хорошее укрытие. Во всяком случае, у меня розы, которые довольно-таки капризные. Перезимовывали. Не знаю, как в этом году будет. Я что-то все коротко обрезала в этом году. Слишком высокие они вырастают. И мне пришлось в этом году их укрыть. Ой, обрезать посильней. Так, здесь вот клематис я еще не до конца укрыла. Вот еще цветет. Видите? Сегодня у нас еще какой восьмой? Цветет хризантемка. Тут еще не все розы укрыла. Фламентанс у меня вот так вот. Еще пока неудобно так. Там генеи розы, которые я отсадила. Оттуда в угол. Потому что она себя плохо ведет. Ну, не знаю, может быть, будет хорошо себя вести. Роз-то красивый, но не цветет. Вообще почти. Так, вот так. Вот там еще нужно укрывать. В общем, еще дела есть. Вот очень тревожно мне за мои хвойники, которые были посажены этой весной. Не знаю, как их сажали. Вот так. Вот что еще? Тут у меня уже лопаты приготовлены. Еще буду доубирать все это. Это у меня аж наивальцер тут. Вот роза еще тоже не до конца укрытая. Так, дверь открыта. Это я сейчас доставала удлинитель из другого домика. Это оттянуло. Электричество. Так, это у меня роза. Укрыта, как и в господи. Гранд Эверт. Красивая роза. Вот эти, за эти волнуюсь. Вот хвойники тоже, не знаю, что. Это у меня укрыт ордодендрон, который, не знаю, жив ли он вообще. Потому что его, по-моему, загубили, пока я уезжала. Вот так вот у меня, видите, какой садик. Пока сейчас выглядит, конечно, ужасно. Да, я вот закрыла первый год у меня посадки. Я все-таки прививку решила обмотать у Стив Виппер. Не знаю, правильно я сделала, неправильно. Ну, в общем, обмотала. Видите, как. Все-таки решила обмотать я. Вот туда можно пройти. Ой, вот эта рябина. Меня спрашивали, как я ее формирую. Да никак. Обрезаю. Вот все, что растет вот отсюда, вот. Я обрезаю. Не даю ей расти. И она начинает постепенно понимать, что да, что-то расти наверх не стоит. И вот она, видите, вот такие вот ветки дает. И вот я хочу, чтобы она немножко так совсем постелилась как бы. Она очень красиво смотрится. А вот была вся красная. Листья были оранжевые, темно такие. Это было очень красиво. Вот она, не даю ей расти. Мне не нужно, чтобы здесь была высокая рябина. Вот так я ее обрезаю. Вот видите, макушечку обрезаю и все. Вот. Ну, вот эти я еще пока оставила. Вот тут еще не все до конца обрезано. Надо эти, как их, укрыть. Мискантусы. Не знаю, как они будут. Вот моя несчастная гортензия, которая давно укрыта. Вот видите, как красиво. Мне нравится. Ой, столько дел с ума можно сойти просто. Вот сюда пришлось перенести. Прикрыла от влаги. Оно шумит, как видите. Так, это моя. Вот этот кран я буду камнем обкладывать, обрезать его. И вот так как бы камнем обложу, чтобы он не торчет. Это наш летний водопровод. Вот это моя, красивый мой новый уголочек. Здесь будут, конечно, другие камни лежать. Здесь очень симпатичная. Тоже вот прививку закрыла у... Как, господи, она называется? Повисла. Лонг-транк. Березу тоже решил замотать. Почему-то у нее прививка. Не знаю. Ну, в общем, вот так. Ой, у нее такие красивые сережечки. Смотрите, видите? Такие сережечки. Вообще красивые очень березки. Я давно хотела. Так, дальше у меня там соседи. Вот. Тут у меня вот так. Тут я прикопала... Тут я прикопала розы от Бутримовых. Мне прислали поэзия, Венроза, Лидио Шалот и Минерву. Вот. По три кустика прикопала. Действительно, какой. Ну, это ужасно. Это ужасно. Пока не выпадет снег, это будет просто беда. Просто беда. О, свет дали. Сейчас я буду... Буду... Назад все убирать. Слава Богу, свет дали. Ой, какое счастье. Так, вот так вот у меня укрыты розы. Но еще не окончательно. Еще не окончательно. Некоторые окончательно, а некоторые не окончательно. Ну вот, кстати, ритаус, но я ее и не укрываю никогда. Вот в том уголку, уголке, уголку, как уголке, конечно. А вот справа от качелей я хочу сделать абсолютно симметричный вот такой вот композицию. Вот такую же выстроить. Мешает, конечно, эта елка грандиозная. Вот такую композицию хочу выстроить. Чтобы... Я думала, долго думала, что опять что-то такое. Но я потом решила, нет, здесь все по-разному. А здесь должно быть все симметрично. И будет такая, как комната. Впереди розы свисти. А здесь там три туи, смарагты. В общем, все точностью повторить, как... Слева. По-моему, будет очень красиво. Конечно, вот эта елка мешает. Ну, что делать? Вот. Сделаю, сделаю весной, конечно. Сейчас уже все весной. Посажу. Вот. Посмотрим. Дожить бы нам, господи, всем. Белки накидали. Настолько белок. Ужас. Накидали. Вон, видите, эти шишки. Обгрызывай. Вот так вот выглядит все. Видите, как? Вот такой вот у меня вид. Сейчас все приобрело. Мои елочки. Моя инверса. Которая выросла в этом году. Подросла. Она довольно быстро растет. Вот она у меня. Так хотела я его приобрела, инверсу. Хочу метра три, чтобы она выросла. Больше мне не надо здесь. А вот там вот эта сербская елочка. Тут вместо туи. Сербская. Ну, вот. Главное, чтобы все это пережила. Потому что очень было сухо. Дождей нет. Сухо. Вообще не знаю, как все будет. Как все у нас будет, неизвестно. Так вот. Вот эту сосну я стригу. Я ее формирую. Видите? Формирую. А я не хочу, чтобы она была высокой. Дам еще ей, может быть, сантиметров 50 где-то вырасти. И вот березу я формирую. Вот эту. Таким штамбиком. Видите? Это уже штамбиком формирую. Она таким шариком здесь растет. Очень красиво смотрится. Я некоторым растениям, в общем-то, не даю вырастать. Она бы уже такая была, эта береза. Мам, дорогая. И сосна. Я не даю им расти. Они пышненькие будут, хорошенькие. Ну, там пусть растут. Ну, вот так вот. Видите, как. Ой, опять накидала, набросала листвы осень нам напоследок. Вот лиственные, конечно, это с одной стороны хорошо, с другой стороны столько от них мусора. А здесь у меня весной все в подснежниках. И они, бедные, пробиваются сквозь эту листву. Не знаю. Вот так вот. Вот осталось мне еще доделать вот этот уголочек за качелями. Видите, там рос шиповник, красивый, все. Но он отсветет 10 дней, и все. И стоят эти непонятно что колючки. И вот там вот уголочек возле дома. Ну, я там просто цветочки какие-то посажу. Там ничего, городить не нужно. Вот так вот. Вот так вот у меня, мои дорогие друзья, все выглядит. Вот ритаусма, видите, она стоит. Никогда ее не накрываю, никогда. Если вымерзнет, просто обрезаю, она тут же дает новые побеги. Это у меня здесь. Я ее уберу, конечно, отсюда. Это азалия высоченная. Уберу, она здесь не нужна. Не нужна. Вот куда-нибудь к забору. Так, ну все. Вот так вот все это выглядит. Спасибо вам. Спасибо, что заходите, смотрите. Очень мне это приятно. Стараюсь говорить громче, потому что никак вот не приобрету я микрофон. Вот так сейчас, видите, как все хорошо у нас тут лес. Вот зимой это хорошо. Летом это ужасно, потому что света нет, солнца нет. Товарищи не знаешь, что делать. Каждый раз летом думаешь, ой, спилить бы вот это все. Потому что розам здесь очень темно. Ну все, спасибо, всего доброго, всех обнимаю, всем мира, добра, любви, счастья. Пока-пока-пока. Пока-пока.